здравствуйте доброе время суток мы начинаем то что скорее всего станет предпоследней лекцией нашего многолетнего цикла который вот с помощью журнала ким и юлия уняева я веду уже наверное лет пять так вот не собрался проверить по моему уже лет пять как началось все это цикл посвященные истории повседневной жизни сеула в последние ну скажем так 150 лет на этот раз мы проводим лекцию по тому же формату что и в прошлый раз когда говорили о демографии корейской семье на протяжении этого времени то есть я сижу не то чтобы совсем один но в общем я сижу перед к это не публичная лекция это моя беседа с телекамерой с теле объективом увы таковы уж требования сложившиеся по понятным всем причинам ситуации значит о чем у нас сегодня пойдет речь сегодня я хочу поговорить об истории иностранного сеула об иностранцах которые жили в сеуле на протяжении последних 150 лет но коротко я пока расскажу и о том что было до этого но как вы очень быстро увидите до этого было в общем скажем так мало чего такого уж интересного в силу политики закрытости страны которую корея проводила на протяжении ну скажем так трех столетий ну чуть меньше двух с половиной столетий значит корея вообще располагается как легко понять взглянув на карту на крайнем скажем так северо-востоке традиционной айкумены то есть если говорить о территориях на которых люди более менее жили в традиционные времена до того как заработали паровые машины загудели паровозы и закрутились грибные колеса и винты паровых судов до этого времени если брать вот эту территорию евразии то корея находится на северо-востоке что означает реально ой как далеко и вот эта удаленность кореи то что она находится в углу откуда в общем дальше то уже плыть некуда начинаются простолары ледовитого океана но япония конечно она конечно привела к тому что какого-то особого столпотворения в иностранцев ну если не говорить о выходцах из соседних стран из японии из китая из манчжурии которая тогда была совсем не такой как сейчас вот как-то иностранцев корее особо не наблюдалось это не означает что их не было вообще но например с во первых конечно я уже говорил были и китайцы и вьетнамцы всегда ну до семнадцатого века об этом чуть позже поговорим иногда заносила каких-то совершенно экзотических людей например официально в корее получила убежище и так и осталась вьетнамская королевская семья после того как она была свергнута еще какие-то отдельные случаи но самое интересное из вот этих ранних общин которые жили в корее в времена скажем так до 17 века это мусульманская община условно говоря арабская дело в том что арабы узнали о существовании кореи еще где-то в восьмом девятом веках уже есть арабские тексты этого времени в которых говорится о государстве сила причем в самых таких восторженных выражениях и мы знаем что где-то вот с того же времени с восьмого девятого веков нашей эры на территории кореи жило небольшое количество арабов или скажем так мусульман часть из них могла быть и перцами кто-то мог быть выходцами из каких-то других мусульманских народов ближнего востока это связано с тем что вплоть до того как в океан вышли португальские испанские корабли а случилось это только где-то к концу 15 века индийский океан был условно говоря арабским океаном более того именно арабские моряки арабские кораблестроители играли решающую роль в кораблестроении и в китае поэтому неудивительно что плавали по этой территории плавали условно говоря от персидского залива по побережью низкого океана вдоль юго-восточной азии и дальше корее плавали в основном мусульмане арабы и они доплывали до кореи они создавали здесь свои какие-то торговые поселения об этом редко но встречаются упоминания в корейских источниках известно что в корее где-то до конца 14 века в тогдашней столице кореи городе кегионе сейчас это кесон в северной корее была мечеть однако в начале 15 века было принято решение о том чтобы запретить мусульманам соблюдать их некоторые обычаи это был указ короля сичона 1427 года после которого это небольшая община фактически она подвергла подверглась насильственная ассимиляция она была маленькая мы не знаем никаких цифр видимо речь идет но несколько сот человек может быть может быть и меньше но это связано с вообще общим изменением атмосферы в это время в стране потому что юаньская династия монгольская основанная чингисханом династия которая правила в китае в 13 14 веках она была космополитичной там было очень много иностранцев в китае они часто добирались до кореи например нельзя исключать что кто-то из восточных славян из скажем так русичей а может из каких-то других народов которые жили на территории киевской руси тоже тогда добирался до кореи просто не осталось никаких письменных документов не забывайте что в основном люди были неграмотны а если кто-то что-то написал по документ это чаще всего не сохранялись бумага кс звезд как известно вещество легко так материал легко горючий тем не менее 15 веке атмосфера начинает меняться вся восточная азия начинает закрываться это происходит и в японии и в корее в китае причем пик этого процесса это начало 17 века в корее в 1630-е годы корея перед этим она подвергается сначала нападению со стороны японии от японцев отбились потом нападению манжуров которые вскоре завоевывают китай то есть ощущение у кореи что и тут враг и тут враг на севере холодные пространства на юге и на западе китай в котором правят манжуры которых боятся с ними стараются не ссориться но боятся а на восток немножко на юг япония поэтому везде враги и надо как-то закрыться но надо сказать что это не только корейская особенность такова была тогда вообще атмосфера во всей восточной азии япония закрывается практически в это время корея вводятся очень жесткие правила на выезд за границу то есть в частном порядке в корее с начала 17 века и до конца девятнадцатого ты за границу выехать не имеешь право это тяжкое государственное преступление возникают фактически как бы мы сейчас сказали погран зоны где ты без пропуска не можешь появиться вдоль границы вводится ограничение на строительство крупных кораблей чтобы не сел куда ты не уплыл куда надо то есть контроль очень очень жесткий какие-то обмены контакты есть я них еще расскажу через буквально через несколько минут но общий подход такой ты корее сиди дома и с иностранцами особо не якшайся иностранцев однако заносит в корею это начинается повторяю 17 века 600 примерно 30-х годов и продолжается до 1870-х годов то есть 250 лет 250 лет закрытости когда корею называют страной отшельников конечно какие-то иностранцы периодически на территории кореи оказываются оказывается это моряки понятно что рядом ловят рыбу японцы и какую-то японскую рубах пробовал рыбаков периодически выбрасывает на корейский берег заносит китайцев то есть причем иногда очень издалека но тут есть процедура проходит так сказать проходит проводится проверка выясняется все ли они в порядке не сделали они чего-либо подозрительного а вдруг это шпионы но обычно решают что не шпионы их отправляют домой изредка очень-очень редко появляются в корее и западные моряки не по своей воле дело в том что с середины 16 века с 1550-х примерно годов португальские и испанские моряки в первую очередь но также и голландские и британские много но в основном португальцы и испанцы продвигаются в юго-восточную азию филиппины дальше на север к корее кстати сказать меня всегда смешит в россии корею относят к юго-восточной азии корейцев это вызывает к некое удивление или ухмылку потому что себя это они как раз относятся к северо-восточной азии ну ладно так вот испанцы продвигаются на север доходят до японии и довольно активно оказывается завязаны на японскую политику в 16 начале 17 века это отдельная история к нашему разговору не имеющие отношения хотя и очень интересная поэтому мимо корабли мимо и корее постоянно плавают не корабли испанские португальские голландские в японию не дождь их много не то что там сотни кораблей в год но единицы десятки может быть в отдельные периоды даже в год проплывают а замечательный корейский остров че-джи-до это кошмар мореплавателя там постоянно какие-то чпп случаются и вот периодически вот там на южном побережье кореи бьются тонут западные корабли первым таким выброшенным на территорию кореи уцелевшим кораблекрушений спасенным корейцами моряком стал некий человек имя которого мы приблизительно по транскрипции китайской потому что государственный язык китайский все писалось китайским иероглифами его имя тоже конструю как марио кто он такой мы не знаем мы знаем что его выбросила в 1582 году на берег острова че-джи-до что он был с какой-то страны запада предположительно он был испанцем или португальцем что корейцы его отправили в китай чтобы дальше он добирался на родину на родину добрался ли сгинули по пути решил что нечего ему делать в испании когда в индии где-нибудь хорошо жить пошел на службу султану любые какому-нибудь султанов там хватало по пути мы этого не знаем но вот что человек такой по имени марио в 1582 году в корее появился это первый западный человек первый выход из стран запада о котором мы достоверно по документам знаем что он корей был после этого периодически происходят похожие же ситуации в 17 веке япония начинает политику самоизоляции она выгоняет испанцев португальцев выгоняет всех но разрешает голландцам небольшую факторию торговую базу это слово мы еще сейчас будем использовать не раз и туда ходят португальские корабли и вот иногда эти корабли тоже разбиваются в 1626 году группа португальских моряков попала в такую как постерпела кораблекрушения была спасена и один из них ян вальтер вельтерврея я возможно неправильно признашу его имя не уверен что я правильно читаю голландский но в корее его звали пак йон остался в корее впрочем у него выбора не было потому что политика изменилась вот всего лишь там за 40 лет до этого марио отправили домой а уже начинается политика самоизоляции подход такой попал в корее сиди вот корейцы у нас никуда не ездят и тут уже сиди потому что ты приедешь и чё-нибудь вредное о нашей стране расскажешь поэтому сиди пожалуйста пак йон остался в корее но тогда вот этих иностранцев и которые в небольшом количестве к 17 веке появлялись их очень ценили потому что они неплохо разбирались в артиллерии уже к тому времени западная артиллерийская наука западное оружейное дело западное артиллерийское дело существенно превосходило корейское поэтому их использовали как бы мы сейчас сказали военными советниками соответственно пока он тоже стал военным советником известно есть документы есть документы о получении им присвоение ему офицерского звания в корейской армии по крайней мере он сдал экзамен на право получения офицерского звания известно что он женился на местной известно что у него было по меньшей мере двое детей доживших до совершеннолетия ну по крайней мере может не умерших в младенчестве это важно времена высокой детской смертности и последние упоминания о нем относятся к 1653 году когда ему было около 60 лет видимо вскоре после этого он и умер занимался он в основном пушки лил и проектировал и учил пользоваться ими встречался он и с другим куда более известным таким живот потерпевшим кораблекрушения хаммелем это тоже голландец генрих хаммель родился в 1630 году а в 1653 году тоже потерпел кораблекрушения на острове чучудо вместе с группой других голландских моряков они попали в корею и провели там 10 лет они пытались оттуда бежать была даже авантюрная за идея подать петицию китайскому послу но из этого ничего не вышло с жалобой на то что их задерживают там в общем против их желания но в общем после самых разнообразных приключений в итоге гаммелю удалось 1663 году проведя чуть больше десяти лет корее бежать он бежал на лодке он построил лодку и бежал на этой лодке в японию где было как вы помните голландское торговое представительство она исполняла роль в консульство и через японию он вернулся домой дожил до 60 с небольшим лет что для 17 века это как наше время до 80 90 то есть прожил долгую жизнь ходил по морям и среди всего прочего он написал книгу ну значит изначально это был доклад потом сделали книгой в которой он рассказывал о корее это первый человек который побывал в корее человек за европейской стороны вернулся из кореи и рассказал написал но собственно этом заканчивается история раннего пребывания иностранцев 18 веку интенсивность сказать вот судо движение судов существенно снизилась кораблекрушения уже не было вторая группа которая была присутствовала на территории кореи в 17 18 19 веках это были японцы японцы были единственными иностранцами которым тогда разрешалось жить в корее на постоянной основе то есть вот эти немногочисленные голландцы которые попадали случайно и находились в положении то ли советников то ли пленных один с китайцы могли только временно приезжать а вот японцы могли жить продолжительный срок но только в одном месте в 1607 году после окончания японо-корейской войны в инжинской войны так называемый японское и корейское правительство подписали соглашение по которому было создано японское поселение оно располагалось точно на территории современного пусана пусана тогда не было там было несколько городков самый известный был городок тонны и там была создана японская база вот туда японцы привык приплывали они могли там жить но они не могли покидать это поселение без разрешения по пропуску выходили ускать регистрировались на выходе при входе и далеко от этого поселения удаляться они тоже не могли это вот такая японская деревня с площадью порядка там несколько раз площадь пересматривалась конца 17 века 30000 квадратных метров а быть то есть три гектара обычно там где-то жила там 300 500 максимально до 1000 японцев в основном выходцы с острова цусима этот торговцы и это персонал занимавшийся торговли скорее то это постоянное представительство если корейцы хотели торговать с японии корейцы да тоже не могли выезжать страны они шли туда естественно регистрировались естественно все это контролировалось властями они встречались с японскими купцами обговаривали сделки причем любопытно что японцам нельзя было привозить в бег ван так называлась эта территория то есть японское учреждение где это такое презрительное название японцев ну тогда она не воспринималась она уж очень презрительно даже слегка воспринималась но не очень сильно так вот в этом представительстве нельзя было жить с семьями то есть японцы приезжали туда мужики без семьи бежу более того за связь за сексуальную связь с кореянкой теоретически и японцу и корейской женщине полагалась смертная казнь хотя насколько можно судить никого так и не казнили это так теоретически на практике просто японцев высылали значит тетеньку наказывали палками отправляли куда-то в ссылку случае такие бывали естественно японцев тоже не пускали всю только один раз один раз разрешили японцам съездить всю почему объяснение были почему нельзя иметь дело с корейскими женщинами потому что могут родиться дети а дети будут глазами и ушами варваров они будут слишком много знать о корее это опасно потому что повторяю после шока вызванного нападением японии в конце шестнадцатого века им джинской войной корейцы очень боятся японию они очень боятся вторжения поэтому кстати и не разрешают японцам ходить по территории страны ездить силу а вдруг они там карту сниму вдруг какие-то наброски вдруг соберут стратегическую информацию так что японцы вот сидят в этой своим вигване 250 лет несколько сотен японцев торгуют и и все китайцы что китайцы как представлены в годы века закрытости эти два с половиной века закрытости в сиул приезжают китайские послы ну несколько раз в год там периодичность правила постоянно меняются послам выказывается всякое уважническое уважение потому что корея находится тогда о чем корейцы очень не любят говорить сейчас в вассальной зависимости от китая то есть корейский король он как бы ниже китайского императора и достаточно сказать что когда корейский король вступает на престол ему необходимо получить официальное утверждение у китайского императора это чисто формальное утверждение ну как премьер-министр великобритании занимает должность согласие королевы понятно что с незаправительных времен это согласие делает дается автоматически но тем не менее такое ограничение было так вот послевки к китайские в сиул приезжают но их встречают с максимальной помпой но посол приезжает проводит некоторое время на территории кореи в сиуле и потом отправляется назад уважуха удивительная но особисты бдят есть много документов которые показывают что все это посольство находилась под постоянным наблюдением корейских как бы мы сейчас сказали компетентных органов но в те времена компетентных органов в нашем понимании еще не было это иначе было несколько организовано но те кому положено бдить были и они бдили следя чтобы китайцы тоже чем лишнего не узнали вот такая ситуация то есть изредка наезжающие китайцы постоянно живущие где-то на дальней окраине под надзором японцы и в отдельные периоды считанное количество западных иностранцев находящихся на положении полупленных и дальше начинается изменения а изменения начинаются в 1876 году когда корея подписывает так называемая канхвастское соглашение то узнал острове канхвадо и соответствии с этим соглашением она обязуется прекратить политику самоизоляции разрешить иностранцам приезжать в страну и вести торговые операции сначала открываются три портовых города для иностранцев это период открытых портов это соответственно ван сан на восточном море японском это соответственно пусан на южном море которую нас именуется корейским проливом и это соответственно инчхон будущий тогда это скорее чем ульпхо на желтом море 3 соответственно один сторону россии другую сторону японии друг третье в сторону китая сначала это соглашение само подписали японцы но буквально в течение нескольких лет все страны крупные от мира навязывают корее аналогичные же аналогичные соглашения к самым крупным после именно вот после этого начинает быстро расти город пусан собственно говоря пусан возникает именно потому что на там вот где он сейчас находится с 1607 года было вот это японская торговая база век вам единственная причина что в принципе безусловно если посмотреть на ситуацию корее 19 века ясно рано или поздно возник бы крупный порт ориентирован на торговлю с японией его не главный торговый партнер очень очень быстро таковым становится но он мог возникнуть и в другом месте там на южном побережье корейского полуострова очень много удобной гавани а возник он именно там где нынешний пусан потому что там когда-то находилась фактория то есть были сотни если не тысячи японцев которые там уже бывали жевали по делам бывали и им было просто привычно приехать в какие-то знакомые места тем более какие-то партнеры связи у них там тоже могли быть и таким образом возникает город пусан причем то о чем корейцы у которых антияпонский национализм очень важная часть официальной идеологии насколько она существует и фактически существует конечно официальные идеологии что в южной что в северной корее они не очень любят говорить о том что исторически пусан возник как японский город в начале девять из девятьсот десятых годов японцы составляли более половины населения пусана то есть это был город в котором японцы было больше чем корейцев правда со временем количество японцев в корейских городах снижалось и в тридцать пятом году на японцы составляли только около трети населения пусана но изначально это вот такой большой японский современный относительно современный город в котором появляются первые японцами для себя построенные созданные скажем так современные технологические новшества ну например там первый банк открывается в корее современные начинает работать первый водопровод все и подкрывается первая газета она выходит в пусане первая корейская газета издает ее японец то есть пусан вот такая вот японская база база японского проникновения экономического а потом и военно-политического на корейский полуостров а что с сеулом сначала по первоначальным условиям соглашения 1876 года иностранцы могли жить только в открытых портах которых напоминаю было три это пусан вансан и ничхон последний находится очень близко к силу но довольно быстро правила смещались уже в начале 80-х годов 19 века иностранцам разрешили жить рядом с сеулом но не в сеуле то есть селиться иностранцам тогда некоторое время разрешалось за пределами городских стен японцы например тогда японцы были самой большой многочисленной группой иностранцев тот момент уже они селились на йонсане но те кто знают сеул представляют где это это такой участок он между городскими стенами и рекой ханган потому что особенность села что он располагается на некотором расстоянии от реки из-за наводнений чтобы не затапливало то есть обычно город прямо на реке крупный располагается в старые времена в среднем до скажем индустриальную эпоху доз а традиционная город от силу чуть-чуть на некотором расстоянии просто из-за наводнений так вот вот это вот пространство йонсан ну там несколько пригородов вот одно из них йонсан там жили японцы входить силам кстати тогда было нельзя формально часто они туда ходили переодевшись корейцами до считалось такой рискованной экспедиции но в 1885 году к сел открывают и для японцев вот сегодня час мы говорим надо было сказать ответить что мы закончили с периодом 250 лет закрытости сейчас мы говорим о периоде с 1876 по 1910 год это примерно 35 лет это период скажем так неудачных реформ попытки отстоять независимой страны и постепенного на усиливающегося колониального проникновения японии период так вот мага предколониальный период условно говоря и вот сейчас мы о нем говорим для этого периода основных группах иностранцев это японцы это китайцы это выходцы из западных стран это россияне которые фактически являлись просто одной из подгрупп западных иностранцев но поскольку это сказать наши люди мы не говорим чуть чуть побольше тем более что как раз в это время наши люди играли большую роль в сеуле но до этого еще доберемся а значит так вернемся к японцам то есть вот японцы создают себе в начиная с 70-х годов девятнадцатого века фактически свой город пусан который потом постепенно кореизируется начинают жить в селиться в сеуле сначала с 1885 года 1885 года внутри города где значит все вот живут они в на районе нынешней улице чумуру напоминаю что это те кто ожидает сил это современное название это условно говоря южная часть старого села тогдашний сел стали делить как раз тогда вперед в предколониальные времена в конце 19 века на две части южная деревня и северная деревня нам чхон и пуг чхон так вот нам чхон эта территория где жили японцы связано это с одним представим простым обстоятельством в это время в сеуле появляются иностранные дипломатические миссии обратите внимание я не говорю иностранные посольства дело в том что по существующим тогда правилам корея не имела право держать у себя на территории иностранное посольство до первой мировой войны послами обменивались великие державы а страны скажем так 2 3 4 ранга а корея безусловно была такой страной отправляли в великие держи в праве стоит посольство в столице великих держав не послов а посланников и со своей стороны к ним тоже приезжали только посланники только после первой мировой войны дипломатические представители были уравнены вне зависимости от скажем так ранга государств напоминаю что в то время до первой мировой войны великая держава это не условный термин а вполне себе юридически и был список великих держав вот только они послов друг другу и посылали так вот соответственно я буду говорить дипломатическая миссия они посольство хотя буду иметь в виду конечно то что сейчас называется посольство так вот японская дипломатическая миссия располагалась на склоне на склонах горы нам сан и японцы просто старались жить ближе к посольству в том числе и потому что периодически происходили всякие столкновения возмущения иногда спровоцированные самими японцами иногда нет и у посольства была охрана довольно большая которая обеспечила какую-то безопасность так что вот в южной части села потихонечку начинает возникать японское поселение которое постепенно разрастается особенно в особенности после японокорейской японокитайской войны 1894 95 годов ну я сказал война она собственно началась из-за вопросов влияния в корее в это же время в корее начинает появляться китайцы обратите внимание начинают появляться я уже упоминал что из-за того что корея проводила политику закрытости страны китайцы до этого на протяжении нескольких столетий в корее жить не имели права они только приезжали и уезжали были особые случаи были миссионеры например подпольные который кстати следовало упомянуть я забыл ну ладно мы вернемся еще немножко к миссионерам еще что некоторые из них были китайцами этническими хотя они были христианскими миссионерами но этнические китайцы это все тоже бывало но по большому счету по большому счету китайцев не было и вот 1882 году корея в ходе там внутренних каких-то проблем там произошли волнение военных обращается китаю с просьбой о помощи китай все-таки по-прежнему союзник на территорию кореи вступают китайские войска во главе с молодым офицером и всего 23 года он родственник командующего этим экспедиционным китайским корпусом он с чистолюбив хитер способен умен зовут его юань шикай это человек которому предстоит потом играть немалую роль в китайской истории он даже потом станет президентом китайской республики и неудачно попытается провозгласить себя императором китая но все это произойдет много десятилетий спустя для нас важнее что молодой будущий неудачливый император но вполне удачливый президент китая тогда еще молодой офицер становится китайским представителем в сеуле не посланником потому что в это время сложности дипломатические юридические точнее я у них сейчас говорить не буду посланника нет но он фактически является представителем и с 1884 822 году войска входят а потом почти десять лет там в силу разных ситуаций которых тоже нет времени смысла говорить кто знает почитайте книжки об этом много написано примерно 10 лет корея находится под скажем так частичным китайским протекторатом то есть юан шикай он сказать отдает распоряжение он контролирует действия корейского правительства и корейского короля коджона и соответственно именно тогда в к в корею значительных количествах начинают приезжать китайские предприниматели тем более что ян шукай активно поддерживает китайских купцов фактически под китайским давлением под давлением мишка и стоящих в столице китайских войск которые все контролируют корейское правительство будут а вынуждено давать китайским купцам множество привилегий фактически они по дну не монополизируют но очень большую роль играют в внешней торговле страны и соответственно начинают приезжать китайцы причем главным центром китайцев вот если японцы в основном вкусом приезжают то ли китайцам главным центром является инчхон он рядом с сеулом это совсем рядом сейчас это там чуть больше часа метро там метро ходит туда сеульская поменьше по часу чуточку ну тогда это все-таки нужно было железной дороге еще нет ее построит только в конце 890-х годов 898 году но тогда в целый день нужно было добираться это все равно близко и вот в инчхоне китайцы в основном начинают жить там возникает китайское поселение china town ну кстати если вы поедете вы будете в инчхоне можете сходить то что вы там сейчас увидите это наводил но довольно интересно то есть на не тот что был на том месте это все сейчас построено такие кай вот китайская деревня немножко такая китчевая но тоже в общем ничего превышают в это время в конце девятнадцатого века из китая поселяются в корее в основном бизнесмены торговцы если некоторое количество рабочих но тогда не так у мелких предпринимателей но войска пришли с ними там пришли всякие маркетанты мы не маркетанты это не женское дело это маркетанты там всякие мелкие торговцы появляются какие-то китайские забегаловки в это время все в основном это бизнес вот тогда так например такой достаточно известный человек приезжает как раз 1882 году выходец из южного китая там голь сен он родился в к городе который тогда называли кантон который мы сейчас называем гуанчжоу это юг китая то есть он тогда тоже молодой ему чуть больше 20 лет приезжает он делать карьеру и фортуну в корею и начинает заниматься самыми разнообразными видами бизнеса и торговли разумеется экспорт импортной операции торговля рисом и другими видами зерновых и конечно он очень много увлекается транспортом он начинает пароходное сообщение по реке ханган она тогда была судоходной потом занимается всякими грузовыми перевозками уже в начале 20-х годов он открывает первый в сеуле таксопарк и он прожил долгую достаточную жизнь и к началу 20-х годов он был самым крупным налогоплательщиком то есть он был видимо самым богатым в начале 20-х годов человеком в стране вот этот китайский бизнесмен там коль сен но жил он на широкую ногу как и полагалось тогда и сейчас заметим успешному китайскому бизнесмену 5 жены наложниц сыновей десяток дочери еще десяток но в итоге в концу жизни он потерял значительную часть свое состояние умер двадцать девятом году в сеуле тогда город кун соном назывался его семья там тоже очень интересная она так периодически начинает если как-то проявляться то они пытаются отсудить какую-то собственность там столетней давности прапрадедовскую то еще что-то часть китае живет часть на тайване часть в соединенных штатах вот эта группа китайских бизнесменов они держат торговлю до примерно корейско-японской войны а после окончания их очень сильно оттесняют но вот тот же там голь сен он вполне ухитрился пережить потерю китайцами влияние восемьсот девяносто пятом году он остался в корее вполне преуспел но состав китайской общины в начале 20 века начинает меняться мы об этом сейчас поговорим и так мы поговорили о японцах в конце 19 начале 20 века поговорили о китайцах кто еще конечно западные пришельцы выходцы из западных стран и россияне ну значит с восемьсот восьмидесятых годов начинают прибывать в корею выходцы из стран запада до этого прибывает при нахождении было запрещено причем едут в корею из стран запада публика едет разные но первая волна этой миссионеры строго говоря в корее христианство сначала католическое позже протестантская распространяется еще с конца 18 века корейцы очень интересуются христианством сейчас те кто за курсе знают что в корее христианство является де-факто национальной религией протестантской об основном но уже с конца девятнадцатого просите 18 века очень большой интерес к христианству работают нелегальными католические миссионеры их периодически ловят и рубят им голову бы на их место приходят новые это в основном этнические французы но если этнические китайцы там разная публика а 880-е годы происходит легализация миссионерской деятельности и начинают приезжать миссионеры причем едут в основном американцы то есть если до этого в этой миссионерских всех упражнениях лидировали французы то вот с 800 80-х годов едут в основном американские протестантские миссионеры порядка в 1900 году на 1900 год в корее находится 2000 миссионеров из них 95 процентов из 2000 95 процентов это протестанты в основном призвитириане какую роль сыграли миссионеры огромную потому что именно западные миссионеры принесли в корею не только христианство но и современную науку и современное образование миссионеров среди миссионеров было довольно много врачей среди миссионеров было много людей которые создавали современные школы в результате уже в конце 19 века в корее создалась такая ситуация если человек хотел получить нетрадиционное образование где не учить историю китая первого тысячелетия до нашей эры китайский язык и правила стекосложения на давным-давно умертвом и древнекитайском языке в иньяне а хотел учить сопромат и интегральное исчисление дорога ему была только одна по сути в миссионерскую школу в результате получилось то что я постоянно подчеркиваю в корее христианство стало идеологией модернизации в самом широком смысле слова когда в конце 19 века и в последующие десятилетия кореец говорил я верую в христа он обычно подразумевал я верю христа а также в законы термодинамики принцип сохранения энергии и политэкономии адама смита и возможно в необходимость всеобщего равного избирательного права то есть все это было одним пакетом этот пакет привезли в первую очередь западные миссионеры причем повторяю главная фишка западная миссионерская если пользоваться таким немножко разговорным термином это было конечно создание системы миссионерских школ на тот же 910 год последний год независимости страны в корее было 800 миссионерских школ в которых обучалось 40 тысяч студентов и в результате как я говорил современное образование она была почти монополизирована протестантскими церквями и в результате человек который ушел в школу может быть учиться брать интегралы он выходил очень часто верующим христианином отсюда очень большая доля христианства и роль и число христиан доля христиан в корейской элите но и в корейском обществе целом от из этих школ было много но причем любопытно что они не только для мальчиков например в 1885 году в корею приехала уже такая почтенная американская вдова мария скрэнтон не было 52 года по в тем временам большой возраст она наши деньги лет 70 я бы сказала она приехала с сыном сын молодой миссионер но в истории осталось у тебя она куда больше чем сын почему на следующий год в 1886 году она организовала первую в корее современную школу для девочек школа ихва который является основой стала предшественником основой современного университета ихва именно там собственно ее окончили и закончили первые корейские женщины ученые женщины врачи женщины инженеры вот совершенно замечательный эстер пак там были совершенно яркие личности но они все-таки корейцы получившие западное образование мы о них сейчас говорить не будем если на потрясающие люди а первое кстати первая студентка который к ним попал это была девочка которую просто буквально бросили за стенами города там совершенно не было пестрая публика в первых их ве но в любом случае в общем иностранные миссионеры первая волна которая восемьсот восемьдесятых годов за ними начинают проявляться бизнесмены причем поскольку напоминаю корея это все-таки очень далекое место и не очень богатый скажем прямо это бедная далекая страна но это с поехать в корею тогда ну так условно говоря это как сейчас отправиться делать бизнес но если не в конго и центральную африканскую республику что скажем в нигерию понимаете вот есть такая карта четырнадцатого года британская где показывается за сколько в среднем можно доехать докуда из лондона вот корея эта зона где зона куда полагается нормально заезжать за месяц понимаете мы избалованы современными авиаперелетами в повторяю в начале 20 века то есть ровно сто лет назад если человек хотел условно из лондона то же самое было из других мест добраться до сеула то дорога занимала около месяца и почта шла точно также до телеграм существовал но телеграммы были дорогими и могли использоваться только для особо важных сообщений то есть очень далеко и ехали и и бедная страна поэтому ехали в корею в основном люди с такой несколько авантюрной жилкой ну вот повторил те кто сейчас в центральной африканской республике поехали бы холодильники продавать кстати немножко это относится и к миссионерам как кто-то ехидно заметил что некоторые из находившихся тогда миссионеров это современник наблюдавший все это вживую рядом сказал что что они говорят что их так сказать призвал бог чтобы он покинул так сказать благополучный запад и ехать проповедовать слово божие а в действительности просто выкинул запад я ничего сделать не мог делать не могли ну вот такая вот публика из бизнесменом и тем не менее след западный бизнес и в существенно меньшей степени российским об этом чуть-чуть уже поговорим в корее оставил вот можно например вспомнить британца генри колбрана который приехал в корею в конце 19 века 896 году он был уже достаточно богатым человеком это вот не совсем какие-то авантюристы без гроша в кармане сорви головы ищущие андреналина и часто ломавшие головы в процессе поиска фонова нет это серьезный достаточный бизнесмен занимавшись железными дорогами он построил вместе с партнером своим бостыгов они работали первую собственно трамвайную сеть систему в сеуле первый трамвай это силу это второй город восточной азии где появился трамвай он построил электростанцию построилась в систему освещения участвовал строительстве сиульского водопровода первого то есть довольно много сделал неплохо заработал в итоге другой большой успех это компания американская золотобывающая компания ocmc ориентал консолидей тит манинь компании которая была основана другим американским бизнесменом тоже уже правду с опытом морзе она располагалась на территории нынешней северной кореи и про сработал очень долго до конца тридцатых годов мы еще к ней немножко вернемся потому что там есть и и сейчас эти есть и немножко добыча идет усилен в северной корее залежи золота запас ну сейчас снова такая полу кустарная такая идет хотя не только там шахты небольшие есть там разными технологии используются добыча до года оси мси тогда они используют самые лучшие технологии тогда американцы были одним из мировых лидеров в технологиях золото добычи а вот они используются эти самые современные технологии создали где-то там далеко на севере настоящий американский поселок который в частности интересен тем что именно там родился первый нобелевский лауреат родившийся в японии в корее лауреата звали чарльз педерсон он химик 0 0 лист и лауреат по химии родился он в 1904 году в пусане где его жена вы где его мать находилась ну так сказать греха подальше шла и в русско-японская война и было решено жен жен технического персонала компании отправить куда более безопасное место мало ли что там случится золото к шахты глухое место тут бегают разные непонятные армии русские и японские партизаны контр партизаны не разобраться спокойнее страхи оказались необоснованными ничего плохого не случилось но подстраховались сама его мать была японкой дочерью одного из этих японских торговцев отец будущего нобелевского лауреата был норвежцем норвежским инженером который приехал в корею и женился на японке у них дети здесь были вот педерсон будут час педерсон один из них был будущий нобелевский лауреат появлялись тогда изредка в корее вообще и знаменитости например можно вспомнить что в корею приезжал будущем президент сша кулич не так уж нам известно но именно о нем маяковский написал издай кулич радостный клич в стихотворении своем брухлинский мост вот а был он тоже инженером горным инженером и приезжал он по делам как раз связанным золотодобычей джек лондон да знаменитый писатель джек лондон тоже заезжал в корею был журналистом во время русско-японской войны так что какой-то бизнес был хотя оказалось присутствие бизнеса западного недолговечным что западных что российских бизнесменов их фактически выдавили из страны за исключением вот о 7 си вот этой золотодобывающей компании практически все компании были закрыты японцами в течение буквально нескольких лет японцы создали обстановку абсолютно невозможного ведения бизнеса но надо им отдать должное бизнес не просто отжимали отжимали с компенсацией то есть если ты не хотел свой бизнес продать в новой уже японской колонии в корее был западным скажем российским бизнесменом то тебе устраивали веселую жизнь но если ты приходил к соответствующему человеку в генерал-губернаторстве и говорил что ты передумал то тебе платили очень приличные отступные и ты с ним мог ехать домой там наслаждаться жизнь россияне вот в этот же период 35 лет предканиальных с 1884 25 лет до 25 лет не 35 25 до 1910 года ну сразу скажу что с одной стороны это период когда россия просто одна из западных держав то есть если даже смотреть их материалы дневники видно что они очень интегрированы именно в западное сообщество и вот в тогдашнем но кто-то француз кто-то бельгиец вот кто-то из россии там русские все вот хотя я случайно говорю россияне вы сейчас увидите что этнических русских тут все как положено сполнить полный интернационалу так вот значит смотрите а а второй другой стороны россия именно тогда в конце 19 века было активно вела как тогда выражались большую игру была идея создание некоего российского ну все что угодно от просто сферы влияния до колония до колониальной империи на дальнем востоке и корея тогда должна была входить а как там карта ляжет в любые варианты между просто влиянием и превращением в колонии касался этой маньчжурии и соответственно россия была очень политически активно хотя в тот момент конечно нам мешало то что политическая активность совершенно не подкреплялась экономическим присутствием я об этом тоже скажу и так россияне появляются в корее в 1880-е годы дипотношения установлены в 1884 году и существует до 905 года когда япония уже начинает захват кореи и вы просто под давлением японии корее отказывается от права вести внешнюю политику все эти дипломатические миссии удаляются вот российская миссия открывается в 1885 году открывается она в районе чем дон надо было упомянуть это такой вот центр жизни западной общины на протяжении всех вот этих ну примерно 70 лет о которых я говорю с восемьсот восьмидесятых до сороковых годов чем дон ну кто знает сиул условно говоря вот если вы стоите спиной к сеульской мэрии перед вами значит большая гостиница plaza слева старенькая но тоже не маленькая гостиница президентом называется за сумму и дальше лота за ней а значит соответственно справа вот это вот большая довольно территория там виден англиканский собор те кто знают рядом с собором английское посольство вот эта вся территория это бывшая территория района чон дон где жили миссионеры и там же находилась и российская миссия от нее осталось только одно одно здание ее башня это была такая красивая белая башня работая среди нас оботина о нем сейчас тут же расскажу первым российским посланником стал совершенно блестящий человек карл иванович вебер огромную роль сыгравший во всех событиях и собравшую очень неплохую команду любопытно что в этой команде у карл ивановича большую роль играла его родственница антуанетта зонтак как видно из имен они все российские немцы и вот значит вот российская немка антуанетта зонтак она была очень интересным человеком именно она в частности стала угостила как коджона кофе тут интересный момент что раньше часто говорили что вот она типа она впервые познакомила коджона с кофе это неправда она впервые познакомила коджона с кофе который был сварен по-человечески потому что до этого его угощали кофе я подозреваю жена американских миссионеров а тут он попробовал настоящий кофе сваренный российской немкой это было вкусно и он его начал пить антуанетта зонтак она часто в дукову говорят что она была сестра жены карла ивановича ну это не так судя по всему там что-то было более сложное и как-то она там что-то двоюродная сестра там что такое в любом случае антаунетта зонтак она установила очень хорошее отношение с королевой установил отношения с двором она учила корейских придворных дам одеваться в западное платье у есть фотографии где видно как они уже начинают носить западные наряды учила пользоваться западной косметикой и так далее то есть вот преподавала такой вот западный этикет а это было интересно это было престижно ей уже чуть позже в 1902 году разрешили открыть первый в корее отель современный именно госпожа зонтакта нажала 1 сиульская гостиница в которой был открыт первый западный ресторан вот такая интерес к очень интересный человек она естественно бизнес у нее отжали но она сама все-таки человек слишком связаны с политикой она в общем была де-факто как можно вторым человеком в миссии и когда вот карл иванович уезжает он потом некоторое время занимался историей занимался корейскими вопросами уже в петербурге в столице в аппарате мида центральном там любопытно что вот опять такая интересная странная грустная напоминание о том как мы мало знали относительно недавние истории мы ведь не знаем практически ничего о том что случилось карман манчева последние годы его жизни он умер 910 году но не осталось вообще никаких следов от последних там примерно 7 лет его жизнь вот а антуан это зан так она уехала тоже когда выводилась российская миссия из сеула из и она потом незадолго еще до революции еще до революции уехала во францию где у нее дом был сами понимаете российской аристократии она там часто дома имела и так она благополучно пережила бурные годы умерла уже в 20-е годы в довольно преклонном возрасте во франции другой интересный тоже человек это середин саботин который собственно российскую миссию построил это учился он в на морского офицера в кадетском корпусе но не стал морским офицером работал на торговом флоте и 80-е годы оказался в корее вместе с женой и середин саботин стал первым архитектором современным то есть практически вот все что вы видите и из корейской архитектуры корейских построек в европейском стиле в конце 19 века это середин саботин в частности даже ворота независимости один из главных национальных символов кореи и вообще говоря его корейцы сделали эскизный проект они не могли разрабатывать цифроматы еще никто не знал не было в корее инженеров которые могли просчитать конструкцию середин саботин просчитал то есть фактически по эскизам по наброскам он спроектировал это самое одно или одно из самых важных зданий символически самых важных сооружений кореи современный символ именно название уже говорится на ворота независимости он тоже уехал потом но он уже вскоре после гражданской войны умер в если я правильно помню в ростове на ну где-то там в районе на в южной россии была попытка я уже когда было время очень большой политической активности но она не подкар не подкреплялась экономической было очень мало торговли с не считать неудачной лесной концессии которую сделал известный на дальнем востоке предприниматель бринер который вообще говоря отец знаменитого американского киноактера юла бринера потому что семья после революции эмигрировала и вот стал он актером мы еще с ним немножко столкнемся дальше сегодня так вот если считать вот этой злосчастной концессии которая во многом спровоцировала конфликт с японии то особых экономической деятельности в общем не было при том что повторяю вот середин саботин который был придворным архитектором очень много чек практически построен начавший строить современностью и у показавший вообще как работает современная архитектура как рассчитывается кажется строится и так далее было еще и попытка создать российскую православную миссию но тут успехи маленькие но вообще надо сказать православная русская православная церковь рпц она довольно плохо работает за границей исключения были в японии было очень удачные миссии до сих пор следы и и остались православные но в основном как-то за пределами российской империи без государственной поддержки как-то не очень получается миссионерство в миссии ареста у них как-то не очень но тем не менее особенно если сравнить в корее с гигантскими успехами протестантов и католиков чуть меньшими но тоже впечатляющими как-то все совсем приход кари приходы к прихожан корейца было очень мало тем не менее с 1797 года существует и православная миссия она потом уже после в годы колониальные играла довольно большую роль в истории кореи в истории российской общины в корее вот так то есть вот четыре основные группы японцы китайцы выходцы из стран запада в основном это американцы все большей степени британцев тоже много и россияне но дальше 910 год